Приветствую вас! И, вы знаете, ваша мягкость, ваша неуверенность в себе, ваша стеснительность, ваша чувствительность, ваша склонность к растворению в другом человеке потихоньку убеждает девочку в том, что вы от нее зависимы. И, убеждаясь в вашей зависимости, она все больше и больше чувствует себя свободной, чувствует, что может по отношению к вам допускать какие-то вещи, чувствует, что может пренебрегать вам, и, к сожалению, если вы своего поведения не измените, то дальше такая ситуация будет развиваться только по нарастающей, то есть девочка все больше и больше будет от вас отдаляться, все больше и больше будет вами манипулировать, все больше и больше, возможно, будет считать себя лучше, сильнее, чем вы, более независимый, чем вы и так далее. Вот. Иван, ваш вопрос о том, почему она так себя ведет, является не совсем корректным, и вот почему. Дело в том, что другой человек, в данном случае ваша девушка, не всегда сам знает, почему он так себя ведет. Поэтому выяснять причину такого его поведения, на мой взгляд, смысла не имеет. А вот выяснять причину того, почему у вас 33 года появилась первая девушка, для чего вы пытаетесь раствориться в человеке, вот, значит, почему вы храните семью с ней, и по какой причине вы считаете ее своим человеком, насколько вы в ней нуждаетесь. Вот это выяснять очень и очень необходимо вам. Вот. Дальше. Вы пишите. У меня есть любимая женщина, ей 38 лет. У нас с ней серьезные отношения. И что такое серьезные отношения, хотелось бы, конечно, отдельно выяснить. Потому что серьезные отношения. Серьезные отношения – это оценка. То есть вы оцениваете свои отношения как серьезные. Но отношения нельзя оценить. Они не могут быть серьезными или несерьезными. Либо есть, либо их нет. Четыре дня назад моя девочка в телефонном разговоре на мое замечание, она перед этим с мамой поругалась, что может с мамой надо выставить и помириться, начала со мной высокомерно разговаривать и сказала, что я глупый по жизни. Серьезной очевидно, что ее задело то, что вы не на ее стороне, а на стороне мамы. А вам действительно задело, что она сказала вам, что вы глупый по жизни. То есть у вас нет четкого представления о себе. Это одно дело, что вы сказали, что вам неприятно. В таком тонне разговаривать и положили трубку – это, может быть, и было правильно. Но то, что вас задевает и обижает – это уже ваша ответственность. И с обидами, ну и наработать и вам. Чтобы слова девушки не были обидными вам. Чтобы они вас не обижали, потому что, во-первых, у мужчин, во-вторых, к вам они отношения не имеют. В-третьих, обида означает, что какие-либо слова вызывают у вас определенную реакцию. И эта реакция, соответственно, является детской. Потому что именно в детстве ребенок использует обиды для того, чтобы вызвать чувство вины у родителей, чтобы они сделали так, как он хочет. То есть обижается, вы вступаете в состояние ребенка по отношению к своей девушке. И в этот момент девочка не чувствует, что вы мужчина. Прошло 5 дней, она не звонит и не пишет. Я так полагаю, что она считает, что вы сами позвоните. Меня это очень расстраивает. Я 5 дней в депрессии. Если вас это расстраивает, то нужно выяснить, чем. В депрессии 5 дней вы находиться не можете, потому что депрессия является психическим заболеванием. И 5 дней это ничтосный срок для ее развития. У нас раньше были с ней разногласия, но я через 2-3 дня звонил и мирился с ней. Во-первых, по поводу чего были разногласия. Во-вторых, вы звонили и мирились с ней как? Были ли выработаны какие-то решения в результате конфликта? Высказывала ли она, что она сделала не так в разногласии? Вы говорите, что были разногласия, но вы мирились. Значит, это были не просто разногласия, а были ссоры. Если это были ссоры, то каждый из вас несет ответственность в ссоре. И вам необходимо свою ответственность в ссоре определить. Еще раз, примирение без выработки решений ничего не даст. Дальше. Милиция с ней. Она сначала со мной высокомерно разговаривала, а затем со мной с ласковой. И все хорошо было. Иван, вы два раза используете слово высокомерно. Очень хотелось бы понять, что вы под этим подразумеваете. То есть, я так полагаю, что под высокомерием вы понимаете то, когда человек говорит с вами холодно. Как будто через силу и грубо, ну может быть грубовато, да, отстраненно. На самом деле это не является высокомерием. Это является защитной реакцией человека. Человеку неприятно, у человека идет защитная реакция, и поэтому он говорит высокомерно. Как вам кажется. На самом деле это не высокомерие. Высокомерие это вообще немножко другое. И высокомерие это постоянная история. Есть вероятность, что девочка действительно общается с вами высокомерно. Тогда бы она общалась с вами так постоянно или не в связи со ссорами. Дальше. В этот раз, пишите вы, я жду от нее инициативы примирения. Почему? В чем разница? В чем разница? В чем этот раз отличается от предыдущих? У вас точно так же разногласия, у вас точно так же возникли конфликты. И почему просто разы вы звонили, а теперь нет? Правильно ли я поступаю и почему она никогда не идет первой милиции, даже когда сама не права? Ну во-первых, правильно ли вы поступаете или нет? Это некорректно поставленный вопрос, потому что он подразумевает оценку. Психологи не дают оценку. Вопрос в том, поступаете ли вы так как хотите или нет? Это первое. Второе. Поступаете ли вы соответственно с тем, что вы считаете для себя приемлемым, либо неприемлемым, либо вы поступаете по, так сказать, направлению своих чувств, по мобильной и вы из-за этого поступаете как-то по-другому. Вот это нужно выяснить. Дальше. Она никогда не идет первой мириться, потому что здесь человек, есть лидия гордая, и в данном случае она гордая. Она гордая, она считает, что если она пойдет сама примириться, она унизится. Вот. Естественно, это ошибка, но она так считает, и вряд ли она слишком сильно сможет измениться. Дальше. Вы пишите, когда сама не права. Вы, вы не можете называть человека правым или неправым, потому что у всех своя позиция. Вы можете определить вред позиции и позиции человека по отношению к вам. Вы можете это сделать. Вред позиции человека по отношению к вам вы можете сделать. Вы можете оценить поступок человека, но не самого человека. Опять же, оценить поступок с точки зрения вреда вам. Поэтому говорить, прав человек или нет, вы не можете. Так же, как и вы правы или нет. Поэтому здесь тоже в корне неверная позиция. Когда ей говоришь свое мнение, которое расходится с ней, начинает грубить и говорить высокомерным тоном. Про высокомерный тон я уже сказал, про то, что она грубить начинает это защита, нормально. Ваша проблема заключается, скорее всего, в том, что вы это принимаете на слушание. То есть, вас это задевает, вам это обидно. Я ее мнение всегда принимаю и уважаю. Почему она так себя ведет, сказал. То есть, видите, да, вот вы ведете себя как ребенок обиженный. Почему она так себя ведет, да. То есть, это детская позиция. Ага, так у нас очень много общего, мы даже думаем одну мысль одновременно. Ну, это идеализация, скорее всего. Я ее люблю очень. А в чем проявляется ваша любовь? Она моя первая девочка в жизни, познакомилась в прошлом году. Ну, я полагаю, что тут есть ваши комплексы и проблемы. Личностные проблемы, противоречившие страхи. Вероятно. Также, не мешало бы провести анализ ваших отношений, понять, что между вами, ну, и что у вас общего, что вас объединяет. Я говорил ей, что хочу семью с ней, так как она мой человек. Ну, это, как бы, да, то есть, ходить в семье нельзя, и человеком вашим она тоже не является, потому что человек не может быть чем-то, а семью ходить также нельзя. То есть, семья – это образование в отношениях между людьми, это развитие отношений между людьми. Но, чтобы вы познакомились в прошлом году, ну, вы можете, конечно, сделать ей предложение, если вы, если вы видите, что с этим человеком хотите произвести свои отношения, если вы хотите, если вы видите, что вы делаете ее счастливой, этим. Но, вот, хотеть с ней с ней, я полагаю, не самая лучшая, не самая лучшая цель. Оценка всегда субъективная, оценка может меняться. Добрый – то же самое. То есть, это тоже оценка. Меня это трогает до слез. Чем? Вот, надо бы поисследовать, почему вас это трогает до слез. Иногда объединяет обидными словами. Ну, обиды, как я уже сказал, это то, что вам удивляет. Обиды – это то, к чему вы не выработали своего отношения, то, что вы себе не приняли. Обиды – это определенные ожидания от другого человека. За ожиданиями стоят ваши собственные желания, которые не удовлетворены и которые вы ставите в зависимость от другого человека. Отсюда обиды. С обидами нужно работать, так что это достаточно детская, незрелая, к сожалению, в личностном плане позиция. Вот так можно ответить вам на ваш вопрос. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует...